К сожалению, начинать приходится с печального известия. Сегодняшний выпуск будет далеко не таким позитивным, как многим хотелось бы. И уничтожен, к сожалению, наш большой десантный корабль «Цезарь Кумников». То есть они вылетают наш Черноморский флот. Российские имперцы опять ноют 14 февраля в результате спецоперации «ГУР». В Черном море был потоплен очередной российский большой десантный корабль с чудесным названием «Федор Кумников». Его штатный экипаж составлял около 80 человек. Произошло это по уже отработанной схеме. С помощью беспилотных катеров, бороться с которыми российский Черноморский флот так и не научился. В результате Федор Кумников эпично пошел ко дну. Российские Z-патриоты заполонили соцсети воем и причитаниями. К сожалению, начинать приходится с печального известия. Так в ночь на 14 февраля украинскими робокатерами «Магура В-5» было атаковано южного побережья Крыма. Ну, в принципе, где-то на траверзе Алубки. И уничтожен, к сожалению, наш большой десантный корабль «Цезарь Кумников». Ну, вот уже, наверное, пятый по счету. Ох уж эти украинцы! Думали, можно на них напасть, и за это вообще ничего не будет. А они просто берут, понимаете, и топят один российский корабль за другим. Какое коварство! То есть они выметают наш, так сказать, наш Черноморский флот методично, такую растянутую цусиму делают. Особенную боль российскому рассерженному патриоту Максиму Калашникову доставил тот факт, что российский корабль был уничтожен не американскими или британскими дронами, а именно украинскими, которые были сделаны в Украине. Вот только-только мы говорили накануне о том, что враг переходит к войне дронов, говорили о морской угрозе на Черном море, ну вот она и подтвердилась. Причем Магура В-5, что называется, ну серьезная машина. Она, кстати, производится на Украине, их показали на выставке еще в 2023 году. Машина действительно серьезная, потому что ее дальность хода от 400 до 800 километров в разном снаряжении. Тащит она от 200 до 320 килограммов взрывчатки, но это, извините, торпеда. Вот это оружие опять показало свою действенность. Кажется, демилитаризация Украины свернула куда-то не туда. Мне просто вот чисто для себя интересно. А им вот не кажется, что Путин может что-то не то делает? Потому что, ну какая-то странная демилитаризация. Раньше у Украины не было вот таких беспилотных катеров. Украина их не производила, не имела в своем арсенале. А теперь в результате демилитаризации, которую проводит Путин, у Украины такие катера появились. Появились вот эти торпеды, как говорит Калашников, которые топят российские корабли просто один за другим. Слушайте, может хватит уже демилитаризации, а? Несмотря на то, что руководство Черноморского флота заявило о том, что все антипротиводроновые меры приняты, вот что, так сказать, все оборудовано. Но, тем не менее, вот такое вот случилось. Это крайне-крайне неприятно. Ой, руководство Черноморского флота заявило, что все меры против дронов приняты, а корабль все равно потопило. Что же это получается? Руководство Черноморского флота наврало? Я боюсь, что в стратегии нашего врага может вымечаться успех в ходе вот этой вот затяжной позиционки. Баланс в экономике, усталость в российской правительской верховке, они будут нарастать. Вы сами понимаете, чем это чревато. В общем, рассерженный патриот Максим Калашников так впечатлился эпичным затоплением очередного российского корыта, что совсем расклеился. Заныл, запричитал и признал, что если так пойдет дальше, то Украина, в общем, может и победить. И грустно в этот день было не только ему, но и другим зет-патриотам. Сегодняшний выпуск будет далеко не таким позитивным, как многим хотелось бы. Да что ты? А чего так? Вроде ж Путин говорил, СВО по плану идет. Большой десантный корабль «Цезарь Куников» был потоплен украинским, ну а по сути западными безэкипажными катерами южнее Крыма. Не понимаю, почему он не видит в этом позитива? Ну, они ж хотели демилитаризацию. Ну вот, это она и есть. Ну, по сути, потопили. К сожалению, я не знаю конкретные данные о том, сколько там было потеряно людей. Да какая вообще разница, сколько там было людей? Путин еще мобилизует. Когда вообще в России считали своих солдат? И, честно говоря, мне очень грустно понимать, что в очередной раз безэкипажные вот эти дроны ударяют по достаточно такой важной части нашего Черноморского флота, а именно большие десантные корабли, потому что именно они могли бы принимать участие в различных десантных операциях, сами понимаете где, или снабжать наши части, в том числе в Сирии. Ему очень грустно, потому что он думал, что это Россия с помощью своих вот этих десантных кораблей будет нападать на другие страны, там, оккупировать, да, высаживать десант, грабить, убивать, а вместо этого вдруг выяснилось, что топить будут именно вот эти сами российские десантные корабли. Да, действительно, знаете, так грустно это все, просто слов нет. И вот самое потрясающее, что вот эти все люди, они же сами этого хотели, они все это требовали, они требовали напасть на Украину, там, за три дня дойти до Киева, они сами эту войну буквально там вызывали, да, требовали, чтобы она началась. А теперь они, смотрите, ноют, стонут, жалуются, причитают, не так, ой, получили сдачи, ой, нам дали отпор. То есть, вы знаете, это потрясающие какие-то просто вот мазохисты, да, то есть они едят этот кактус, колются, плачут и при этом требуют продолжать. Они же не требуют, не говорят, все, хватит, давайте остановимся. Они требуют, говорят, давайте дальше в мясорубку, еще корабль давайте пошлем, чтобы его тоже там утопило, давайте посильнее, да. То есть, понимаете, какое безумие, вот я честно вам скажу, я не могу припомнить в истории более жалкого агрессора, который сам напал, да, сам развязал войну, а потом просто постоянно ноет, жалуется, что ой, дали сдачи, ой, потопили корабли, как же так, мы так мирно напали на Украину, она так подло топит наши корабли, там, подбивает наши самолеты, взрывает наши склады, ай-яй-яй, что же делать? И при этом продолжает, да, ну, как бы вам не нравится, да, вы недовольны, вы жалуетесь. Чего вы лезете тогда к нам? Чего вы ноете? Ну, просто отстаньте от нас, выводите свои войска, убирайте свои вот эти корыта, они нам не нужны. Ну, прекращайте агрессию против Украины, оставьте нас в покое, дайте нам жить, мы не будем эти корыта топить, да. Украине 300 лет не нужны все эти корабли, пускай они там где-то в российских водах плавают, это никому здесь не интересно. Ну, понимаете, нет, то есть они, значит, они жалуются, у них все плохо, они ноют, стонут, записывают эти видосики, ай-яй-яй, там опять наш кораблик, значит, потопили, и требуют еще, давайте еще, еще, еще продолжать. Я не знаю, как это охарактеризовать, это какое-то психическое заболевание, это просто, ну, какой-то мазохизм, я не знаю, садомазохизм, как это вообще все назвать, у меня просто заканчиваются иногда слова, я даже не знаю, что сказать, поэтому давайте просто поддержите это видео, оставьте лайк, комментарий, чтобы оно набрало больше, соответственно, просмотров, больше людей посмотрело, и подпишитесь на канал, вам не тяжело, а для канала это будет важно. Спасибо.